Здравствуйте! В эфире наши новости в студии Вячеслав Селезнях. Сегодня в выпуске. В Березово полным ходом идут работы по реконструкции и ремонту дорог. В районном Доме культуры прошел конкурс «Супербабушка Березова-2018». В администрации района прошло заседание Межведомственной комиссии Березовского района по противодействию экстремистской деятельности. Об этом и другом прямо сейчас в нашем информационном выпуске. Приведение дорог в полное соответствие качеству требуемых стандартов и комфорту жителей. Пожалуй, так можно назвать работы, проводимые в городском поселении Березово, по ремонту и реконструкции отдельных участков дорожного полотна в столице муниципального образования. Финансирование идет за счет средств как местного бюджета, так и округа. Подробности в нашем первом материале. Перекрытый для транспортного движения участок дороги по улице Ленина со стороны Краеведческого музея и вниз к речному вокзалу – картина сегодняшнего дня. Несмотря на то, что для автомото-владельцев это сопряжено с рядом неудобств, проехать к причалу можно только через объездную дорогу, но это временные трудности. Данная дорога давно является уже у нас объектом внимания со стороны общественности, поэтому в этом году, принимая внимание, что открывается у нас транспортный узел, это авторический вокзал ПГТ Березово, и учитывая, что данная дорога проходит вдоль детского дошкольного учреждения, принято решение о замене дорожной одежды на данном участке. В текущем году мы выполним работы до улицы Сенькина, на следующий год планируем закончить ее до здания Сбербанка, то есть до улицы Советская. Старые плиты теперь служат своего рода шлагбаумом, преграждающим путь к причалу. Обозначенный участок засыпан гравием. При производстве работы учитывается целый ряд факторов. Будущая нагрузка от автотранспорта, природные условия и даже хозяйственная деятельность человека в районе прокладки дорожного полотна. Здесь используется способ горячего асфальтирования. Как отмечают специалисты, горячая смесь по поверхности распределяется лучше и хорошо уплотняется. Соответственно, можно говорить о более длительных сроках эксплуатации такого дорожного покрытия. Способны, кстати, выдержать колоссальные нагрузки. Следует отметить, что ремонт находится в заключительной стадии. Асфальто-бетонную смесь равномерно распределяют по так называемой подушке, а затем трамбуют несколькими асфальтоукладчиками. В этом году мы выполнили ремонт улицы Астраханцева в конце. Там в предыдущие годы лежала Ложневка, и жители как бы жаловались, что слишком трудный подъезд для домов. Мы поменяли, постелили там дорожные плиты. Также, учитывая, что у нас улица Шмидта была уже давно закончена, и появляются выбоиные трещины, мы заманили дорожную одежду на этом участке на самом проблемном. В следующем году продолжим работы и будем выполнять. Также мы провели работы по ямочному ремонту по всему поселку, закрыли все основные проблемные точки, выполнили летнее содержание, которое не выполнялось уже давно. Как вы ориентируете ход от настоящих работ? Работы идут в плановом режиме. Подрядчик довольно хорошо справляется со своей поставленной задачей. Я думаю, что все работы будут выполнены по запланированному графику. Работы по реконструкции и ремонту дорог районного центра проводятся за счет средств окружного и местного бюджетов. Вячеслав Селезнев, Сергей Брянцев, АТВ Березова. Югрус духовной миссии посетил верховный муфти из Сирии Ахамад Хасун. С кем и о чем говорил духовный лидер-мусульман в репортаже наших коллег. То, что Югра и Сирия будут сотрудничать, стало ясно еще в апреле. Тогда губернатор Наталья Комарова побывала в Сирийской Арабской Республике с гуманитарной миссией. Глава округа – единственный руководитель российских регионов, который отважился отправиться в страну, где до сих пор бомбят. Теперь муфти из Сирии Ахамад Бадр Эддим Хасун нанес ответный визит. Вы приехали с двумя целями. Первое – поблагодарить российский народ и жителей округа за ту помощь, которую вы нам оказали. Несмотря на то расстояние, которое нас разделяет, были вместе с нами, переживали нашу боль и отправили нам очень важную помощь, которую мы распределяли между сиротами, детьми, семьями погибших, которые первыми почувствовали ужасы войны. Перед поездкой на югорскую землю муфти встретился с Натальей Комаровой. В Москве стороны обсудили вопросы сотрудничества. Наталья Комарова отметила, что Югра заинтересована в продуктах питания Арабской Республики. В свою очередь округ готов предоставить сирийским детям учебники. Еще одна знаковая встреча состоялась уже в Сургуте с митрополитом Ханты-Мансийским и сургутским Павлом. Представители двух религий обсудили важность сотрудничества и братства народов. Самый главный вектор, чтобы мы жили в мире. И от нас исходила именно братская любовь к любому человеку, который встречается на нашем жизненном пути. Ханты-Мансийский автономный округ – это образец для всего мира. Вся Россия может руководствоваться этим примером. Конечно, у вас есть нефть. Но церковь и мечеть – это еще более ценно, чем нефть. А человек – это еще более ценно, чем церковь и мечеть. И я, и его святейшество, и его превосходительство, муфтии, мы служим человеку. Спасибо вам от имени всего сирийского народа. Митрополит Павел показал гостю сургутский храм Георгия Победоносца, после чего они обменялись подарками. Югорская сторона передала в дар картину с изображением Ханты-Мансийского собора Воскресения Христова. В свою очередь, верховный муфтий преподнес митрополиту шкатулку с сирийскими сладостями и свои четки. Впрочем, получить их подарок от высокого гостя посчастливилось и одной из студенток. В Сургуте верховный муфтий также пообщался с молодежью. Почувствовала я радость, подумала про родителей, как они были бы рады видеть меня, что мне четки подарил сам муфтий из Сирии. Все это время, пока он говорил, сидела и плакала, потому что он говорил о нас о всех, потому что я верю в то, что мы все братья и сестры, я являюсь мусульманкой, и он совершенно правильно говорит о нашем братстве. Такие мероприятия необходимо почаще проводить, поскольку они имеют просветительского характера, духовного характера, и я думаю, это будет очень полезно молодежи. Кроме того, сирийский лидер встретился с имамами из разных городов Югры и представителями национальных объединений. Тут вновь прозвучала тема сотрудничества не только с духовной, но и с экономической точки зрения. Имам Ханты-Мансийской Рустам Хазрат выразил надежду, что в Сирии в скором времени вновь начнут работу духовные вузы, одни из самых сильных по научному и кадровому потенциалу. Мы надеемся, иншаллах, обучим наши имамы, наши студенты, желающие в дальнейшем обучаться, может быть, в магистратуре, изучать арабский язык, когда восстановится мир, приехать из числа первых, иншаллах, в Сирию учиться, получать знания. Верховный Муфти пообещал не только принять желающих, но и оказать содействие в обучении студентов из России. И отметил, что имамы и муфти должны быть примером нравственности и большой духовной работы, помогать молодежи правильно истолковывать ислам. Одним словом, строить мост мира, первый камень которого заложила Наталья Комарова, заключив соглашение между провинцией Хомс и Югрой. Лана Поварницна, Елена Коткова, Руслан Хананов, телерадиокомпания «Югра». Продолжаем наш информационный выпуск. О принимаемых мерах по противодействию экстремистской деятельности на территории Березовского района, результаты деятельности отделения по вопросам миграции, по предупреждению и пресечению нелегальной миграции, эти и другие вопросы рассматривались накануне на заседании Межведомственной комиссии Березовского района по противодействию экстремистской деятельности. Подробности в нашем следующем репортаже. Городские пейзажи, увядающие осенние флоры за окнами зданий администрации района, судя по докладам выступающих на заседании, не давали повод присутствующим специалистам расслабиться по аналогии с природой. Так, согласно докладу прокурора района, в ходе проведенных проверок в сфере противодействия экстремизму выявлено 18 нарушений законодательства. С целью их устранения внесено 4 представления. По постановлению прокурора к административной ответственности привлечено одно лицо, объявлено 2 предостережения. В суд направлено 2 исковых заявления о признании информации, запрещенной к распространению. Кроме того, в течение текущего года прокуратуры района управления Госкомнадзора Тюменской области, Югры и Ямалоненецкого автономного округа направлено 6 обращений о блокировке 17 экстремистских материалов. Сообщений экстремистского характера в правоохранительные органы и прокуратуру Березовского района в текущем периоде 2018 года не поступали. Но я отметил, что они имели место быть на территории Ханты-Массийского автономного округа игры. Поэтому всем органам местного самоуправления, органам системы всей профилактики противодействия экстремизму должны быть на чеку приниматься соответствующие меры. В прокуратуре района проводится мониторинг, как я уже сказал, средств массовой информации и в том числе сети интернет. Зачастую соответствующие призывы, статьи, различные позывы, мнения, носящие экстремистский толк и вносящие раздор в межнациональные отношения, размещаются там. Поэтому должна быть активная работа органов местного совмещения и правоохранительных органов, в том числе надзорных органов Березовского района. В этом направлении продолжена. Нужно ее активизировать, чтобы не упустить про ее проявление на территории нашего района. Как подчеркнул Антон Дубейко, в ходе проведения соответствующего мониторинга прокуратуры района устанавливается большое количество фактов распространения экстремистских материалов. В интернете выявляются сайты организации, признанных таковыми, распространяющих свою идеологию, лозунги, видеоматериалы и так далее. Причем доступы к таким интернет-ресурсам являются свободными для каждого посетителя. Уже приняли соответствующие меры прокурорского реагирования, заявленные исковые заявления в суд Тюменской области по поводу блокировки этих сайтов. Кроме того, направляется информация, в которой Роскомнадзор уполномочен орган для блокировки по тем статьям, которые не требуют судебного порядка, а блокируются во внесудебном порядке. Поэтому эта работа ведется с каждым годом. Показатели все больше и больше растут, что свидетельствует о том, что в сети интернет все больше и больше распространяется эта информация. Следующее заседание Межведомственной комиссии Березовского района по противодействию экстремистской деятельности запланировано на конец текущего года. Вячеслав Селезнев, Александр Елисеев, АТВ Березово. В районном Доме культуры прошел конкурс «Супер бабушка Березова-2018». Мероприятие, посвященное Дню пожилого человека, собрало вокруг себя самых активных березянок, как находящихся на заслуженном отдыхе, так и продолжающих свою трудовую деятельность. В помощь женщинам – любимые внуки. Презентации, логические викторины и кулинарные шедевры. Какие они современные бабушки и кто завоевал главный приз конкурса в материале Станислава Лельхова. Эта осень, особенно у нас в Березовском районе, мне кажется, действительно показала себя своим таким многоцветием, разноцветием, замечательной погодой, теплой погодой. И, наверное, не зря осенью, именно 1 октября, отмечается День пожилых людей. Вы знаете, в преддверии этого праздника много мероприятий проходит, и каждый год вот все как-то, я не знаю, мне кажется, все насыщеннее, интереснее. И сегодня у нас в Дом культуры, я думаю, что будет замечательный конкурс, который мы с вами будем свидетелями этого, участниками, можно даже сказать, этого события. Приветственные слова от Ирины Чечеткиной «Своеобразное напутствие» участницам конкурса «Супер бабушка-2018». Наряду с молодым поколением, внуками и внучками, героини вечера выстраиваются на сцене. Первый этап – презентация. Когда ты рядышком со мной, выисчезают сразу тучки, такой забавный и родной, ты лучший света, моя внучка. Я вам скажу, что знаю я, есть много бабушек на свете, но только лучше, чем моя, на целом свете, нет, поверьте. Отличительная черта березовских бабушек – активная жизненная позиция. Находясь на заслуженном отдыхе, многие предпочитают домашний диван различным культурно-массовым мероприятиям. Наглядный пример – Зоя Сидорова, рассказавшая зрителям и жюри о том, как она проводит свободное время. И совместно с внуком показала национальный номер под звуки Тумрана. Знакомство с конкурсантками продолжилось с презентацией от Ирины Крашенининой. О своей бабушке зрителям рассказал также внук. Подхватила эстафету Галина Басханджиева. «Бабушка милая, бабушка моя, самая добрая ты у меня». Подобного мнения придерживается и внук Натальи Выродовой, прочитавший стихотворение «Посвящение любимой бабушке». Познакомившись с залом и жюри, участницы приступили к интеллектуальному конкурсу. Задания самые разные – от загадок до решения ребусов. Уровень сложности от 100 до 500. Не менее важен и второй тур логической викторины. Правила те же – чем выше бал, тем больше шансов на победу. В перерывах между конкурсами песенные номера в подарок участникам и зрителям. ПЕСНЯ Именно традиционное российское первое блюдо необходимо приготовить в следующем конкурсе. Такое задание, а именно собрать необходимые ингредиенты для борща – задача для внуков. Бабушкам же необходимо собрать портфель в школу. Закучительный этап – кулинарный конкурс. На суд жюри участницы представили блюда, приготовленные своими руками. Самое время подвести итоги. Все участницы получили заслуженные дипломы и цветы в подарок. Победительницей конкурса «Супер бабушка Березова-2018» стала Галина Басканджиева. Готовились к конкурсу, если сказать честно, экспромтом. Блюда готовили, конечно, заранее презентацию подготовили. Ну, как бы не сказать, чтобы все наварнулись, но мы, когда шли на конкурс, решили, что главное – участие, и пообщаться с людьми, получить положительные, как говорится, эмоции. А скажите, насколько сложно воспитывать внуков? Ну, внуки – это… их воспитывают только в радость нам. Анкира, а скажи нам, какая у тебя бабушка? Ну, у нее руки золотые, потому что она мне шире, это платье сама. И она готовит, шиет. Готовились к конкурсу экспромтом и Ирина Крашенинина с внуком Денисом. По словам конкурсантки, подготовка была только в радость. Было интересно все. Готовились, сразу скажу, спонтанно, в любое свободное время, минуточка организовалась, то пекем, то придем, то супы, борщи варим. Ну, готовились вместе. Подготовка была очень радостная, радовала это предвкушение какого-то праздника. Кого сложно воспитывать? Ребенка своего или внука? Ой, так внуков-то разве сложно воспитывать? Одна радость, только бабушкина. Детей, конечно, дети – это у нас начинающий этап, а внуки – это повторение пройденного. Так что внуков, конечно, проще воспитывать. Мне нравится с бабушкой готовить. Все мне делать с ней нравится. А какая она у тебя? Добрая, веселая, активная. Следует отметить, что заслуженные награды получили не только участницы конкурса. Важная часть мероприятия – вручение благодарственного письма за подписью главы Березовского района зырианскому коллективу «Изи-Ватас». Песня живет тогда, когда ее поют, правда? Когда ее помнят, знают. И хочется просто поблагодарить вас за то, что вы есть и за то, что вы у нас такие замечательные. Спасибо вам большое. Мы с удовольствием вручаем вам поздравительный адрес за многолетний вклад в развитие культуры Березовского района и в связи с празднованием 25-летия со дня образования ансамбля. Такой небольшой подарок, потому что это было честь еще и не милее нашего поселка. Мы хотели наградить, но немножко так это припоздали, получается. Так что с праздником. Супербабушки Березова определены. Следующий конкурс на самую добрую и активную представительницу старшего поколения состоится ровно через год. Это вся информация на сегодня, а я с вами не прощаюсь. Наш эфир продолжит программу разговора по поводу с участием директора Березовской коррекционной школы интерната Ирины Кудрявцевой. В студии для вас работал Вячеслав Селезнев. И как всегда, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok